Приветствую вас! Прочитал вопрос, прочитал ответы экспертов на него и, в принципе, уточнения, которые они у вас просят, актуальны и для меня тоже, потому что исходя из того, что вы написали, как-то вообще очень сложно сделать выбор, сложно сделать какие-то выводы, разображения, сложно понять, что вообще происходит, почему его девочка рассорила со всеми родными и почему он поверил в свои девочки. Вот это вот, все это, знаете, как-то вообще, вообще непонятно. Вот. Значит, что я вам могу сказать по поводу ситуации в целом? По поводу ситуации в целом я могу сказать следующее, что, ну, объективно, объективно, Молодой человек, ваш сын, он, конечно же, вообще-то говоря, такой, молодой еще и многих вещей, скорее всего, не понимает, и поэтому то, что делаете вы, ну, я вас понимаю, конечно, я понимаю, почему вы так поступаете, но и вы тоже постараетесь понять, что подобной конфронтации на самом деле ничего не добиться совершенно. Потому что все-таки ваш сын именно в силу молодости, а также в силу того, что он хочет, активно хочет защищать вот свои интересы как-то, он вряд ли сам пойдет с вами на примирение, вот, а вы, если хотите этого, а вы, судя по всему, все же хотите, вот, то вам нужно действовать самой, не дожидаясь пока он там будет что-то делать, пока он будет ждать, выжидать чего-то и так далее, ибо это абсолютно гиблое дело, у вашего сына, сына вполне может быть некая принципиальность, соответственно, вот, того, что относительно того, как он, ну, должен, должен себя внести с вами и вообще, вот. То есть, здесь ситуация такая, если вы хотите с ним сблизиться, если вы сами хотите с ним сблизиться, если вы действительно хотите с ним сблизиться, ну, то тогда по понятным причинам вам, конечно, лучше, лучше сделать первый шаг, все же самостоятельно, ибо в этом, ну, плохого, в этом нет ничего, а вы можете, вы можете только, в принципе, ситуацию улучшить, вот. Там, если сын, допустим, он, там, грубо говоря, может быть, и хотел бы с вами уже наладить отношения, да, но, вот, из-за того, что он оказался, по сути дела, рабом того, что он сказал, возможно, он уже просто-напросто не видит для себя другого выхода, кроме как поддерживать, ну, поддерживать подобную, вот, линию поведения. Ну, и попробовать, по крайней мере, по крайней мере, вы можете, я не думаю, что в этом, честно говоря, что-то плохое будет. Вот, если, конечно, вам это не во вред, и если вы, вот, сами для себя, как бы, понимаете, что вам это не во вред, потому что, если во вред, то делать этого по понятным, я надеюсь, причинам не стоит. То есть не стоит действовать как-то так, чтобы вам было неприятно, чтобы вам было некомфортно и так далее. Этого категорически делать нельзя. Значит, далее, то, что сын приехал к папе, есть, ну, то, что же, не очень понятная ситуация. То есть он, может быть, к нему приехал именно потому, что папа его, как никто другой, лучше в этой ситуации понял. И тогда поведение вашего сына, как человек, который хочет поддержки, какой-то поддержки, в принципе, вполне, поведение вашего сына, в принципе, вполне естественно в таком случае, в такой ситуации. И вы, вам нужно здесь, на данном деле, просто напросто для себя понять, что сын-то на данном деле ругался с вами, потому, что очень может быть, что у него была такая вот защитная реакция всего лишь навсего. Это всего лишь навсего была защитная реакция с целью сохранить свои отношения. Да, он, ну, может быть, немножечко переборщил. Это безусловно. Может быть, он немножко переборщил. Но все-таки, все-таки, вы же понимаете, что ваш сын, ну, он, может быть, неопытный, может быть, отношения у него первый раз девушка дорожит и все. Поэтому здесь, на мой взгляд, опять же повторю, на мой взгляд, не стоит вступать в какую, знаете, конфронтацию откровенную с ним. Чем быстрее вы с ним, как бы, начинайте налаживать отношения, тем лучше будет это все для вас. И тем быстрее вы вернетесь в норму и тем лучше будет все-таки для ваших отношений, потому что, судя по всему, и вы переживаете, и ваш сын призывает в тот же раз к папе обратился, да, то есть это довольно такой, на мой взгляд, хороший, хороший показатель того, что вашему сыну плохо сейчас. Вот. Ну, естественно, как и правильно вам сказал коллега, вот этого вот, этого должен, не должен быть, все же не должно, ну, как это, парадоксально немножко звучит, да. То есть, если вы хотите, если вы скучаете по своему сыну, то это одно, одно. Ну, тогда вам действительно нужно, нужно, я бы даже сказал, что не только, не только нужно, но и обязательно стоит, значит, с ним наладить отношения, просто понять его и так далее. Вот. От девочки отговаривать его, понятное дело, не стоит, потому что, ну, ничего хорошего это не принесет, кроме вспышки какой-то агрессии вновь с его стороны по отношению к вам. Вот. То есть, девочка, если она действительно его расчетовала со всеми родными, то вы все-таки постарайтесь понять, что, ну, как бы она вот не пыталась, да, что бы она не делала, все равно, рано или поздно, выяснится такая ситуация, что, ну, все равно, рано или поздно, ваш сын увидит все-таки, вот. Какая она, я имею ввиду, ну, настоящая ее увидит, вот, и, рано или поздно, я думаю, он все же с ней расстанет. На мой взгляд, это дело только лишь времени, а вам нужно здесь занять позицию довольно-довольно такую, знаете, ну, выжидающую позицию, чтобы не портить отношения со своим сыном еще больше. Вот, я думаю, так вам можно поступить, я думаю, что именно так, именно так можно ответить на ваш вопрос, надеюсь, что он вам полезет, оказался мой ответ. Надеюсь, что вы сможете для себя вполне его извлечь. Вот, вам определенно нужна более подробная консультация, и чтобы рассобраться со всеми нюансами, которые остались за кадром, за кулисами, так скажем. Вот, но для этого нужно время, для этого нужно ваше желание, так что, тут уже вам решать. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...